В высоких горах, часто покрытых белым облачным покрывалом, расположился древний аул Кубачинь, о котором мы и расскажем сегодня. На местном языке его называют урбук, а жители урбуган, что значит губителю людей. Так окрестили себя местные мастера, видимо потому, что их главным занятием всегда было изготовление оружия. Вообще-то кубачинцы были не только оружейниками. С до них пор здесь были развиты самые разнообразные ремесла. Резьба по камню и дереву, бронзовое литье и медно-чеканное дело, вышивание шелком и золотом, узорное вязание и ткачество, ювелирное и уже упомянутое оружейное дело. Последнее и принесло кубачам мировую известность. Первыми с искусством кубачинских мастеров, видимо, познакомились персы. Это произошло в VI веке, когда Хасров I Ануширван перестраивал Дербинскую крепость. Персы назвали кубачи царством Дзиригиран, что значит царство кольчужников. Позднее, в X-XI веках, арабские авторы Аль-Истахри и Андалуси закрепили это название в своих трудах. А еще позже турки перевели его на свой язык как кубичи. Это название, чуть изменив, подхватили русский. С тех пор прославленный аул именуется кубачи. Персы не зря называли кубачинцев кольчужниками. Местные кольчуги очень ценили за свое качество. Но не только кольчуги и оружие принесли мировую славу кубачам. С давних пор местные мастера снабжали весь Кавказ бронзовыми литыми котлами и медно-чеканной утварью, а также великолепными ювелирными украшениями. Вот что писал о кубачинцев в 70-х годах 18 века, находящийся на русской военной службе немецкий врач Рейникс. Они известные мастера. Так как ни Персия, ни Анатолия не имеют таких умелых мастеров, их изделия всюду находят спрос и дорогую оценку. Ценной также является вышивка с золотом и серебром, производимая их женами, которые, кроме того, ткут еще красивые ковры и производят водочные шестяные ткани. Кубачинское искусство, своеобразное и самобытное, сформировалось очень давно, еще в домусульманский период. Уже тогда сложились основные типы орнамента и приемы его расположения. Очень большое значение имеет правильная компоновка наших элементов орнаментов. Основные это вот лумла-накыш, на каймах, которые применяются, мархарай-накыш самый распространенный, тут-то это симметричный орнамент, московский орнамент, москов-накыш и, значит, хакер и миндурма. Вот основные наши виды орнамента. Ну, на любых изделиях, на любых изделиях, три-четыре вот эти виды орнамента, их надо правильно компоновать. Это тоже зависит от мастера, понимаете? Здесь, если хорошо творческий работающий мастер, в любом изделии он может применить этот вид орнамента. Любой. И даже вот, даже взять вот такую вот маленькую пластинку, здесь, значит, лумла-накыш, каемчатый орнамент. На каймах они применяются, поэтому называются каемчатые. И здесь, значит, тамга четырехсторонная. Здесь тоже четырехсторонная симметрия и тамга. Ну, миндурма более, он изящный такой, и симметрия. Более насыщенный такой. Да, насыщенный, да. До сих пор не прекращаются споры по поводу происхождения кубачинцев. Некоторые авторы заявляли, что кубачинцы пришли в Дагестан из Ирана. Другие высказывали мнение, что они выходцы из Германии. Третьи доказывали их генуэзское происхождение. Четвертые утверждали, что они французы. Сами кубачинцы в душе посмеиваясь над этими измышлениями никогда не опровергали, а иногда даже подогревали их, прекрасно понимая, что подобные споры создают некий ореол таинственности вокруг ауна и делают неплохую рекламу его мастерам. На самом деле кубачинцы коренные дагестанцы. Другое дело, что они всегда были очень восприимчивы ко всему прекрасному и никогда не варились в собственном соку. Часто выезжая за пределы родного аула, они привозили понравившиеся им изделия, которые потом использовали как обравцы. Правда, они никогда не опускались до слепого копирования, даже в период производства так называемых восточных антиков, имитируя которые, кубачинцы вносили свои мотивы, которые так органично вписывались в общий стиль изделия и даже улучшали его, что и коллекционеры принимали их как оригинал. Возможно, и сейчас во многих европейских музеях еще хранятся в восточной антике, вышедшие из подруг кубачинских мастеров. Как учитель узнает почерк ученика, мы тоже по почерку, по сочетанию элементов орнамента, мы узнаем, чья работа, хотя там не написано, что это работа такого-то мастера, по ему стилю, по орнаментам. Многие мастера... Сегодня тоже можно узнать мастера по орнаментам. Да, многие так сразу посмотрев, сразу могут сказать, это вот такого мастера это работа. Бытует немало легенд, связанных как с кубачинским промыслом, так и с самим аулом. Одна из них о мучалах, кубачинских кувшинах для воды. Кстати, нигде больше не встречающихся. Когда войска на Дершаха осадили аул, кубачинцы выставили мучалы на крыши домов, и враги, приняв их за пушки, испугались и убрались во своясе. Возвращаясь же к местному промыслу, надо отметить, что кубачинские мастера в своей работе использовали все виды ювелирной техники и отличались крайне добросовестным отношением к своему делу. С огромным старанием и терпением они создавали свои шедевры. Главным для них было получить не высокую оплату за свою работу, а признание своего мастерства среди коллег. Даже если ученик, то, что вот в начале 20 века по рассказам наших отцов, они ученику давшие работу, если хоть немножко испортить, он, говорит, прямо брал этот самый молоток, приемлю в глазах, чтобы стукнул, и, значит, на обработку вторичную. До того, чтобы строго подходили, чтобы он стал настоящим мастером, чтобы он знал всякие тонкости приема вот этой техники гравировки и чтобы он выполнял. После революции местный промысел был поставлен на промышленную основу. В 1927 году была создана кустарно-промысловая артель. Для организации артели каждый мастер вносил в общий фонд столько серебра, сколько имел. А уже в 1931 году был выделен Государственный фонд серебра для производства кубачинских изделий. В советский период артель, ставшая позже комбинатом художественных изделий, работала весьма продуктивно и приносила существенный доход району и республике. Причем не было забыто и настоящее искусство. За это время кубачинскими мастерами было создано немало шедевров прикладного искусства, экспонируемых во многих известных музеях. Контролировали кегвешники. Я сказал, мне не подходи, хочешь, любое место меня контролируйте, я от них деньги ничего не буду бороться. Мне не мешает, говорю я. Работать комиссархи, да? Работа мешает, когда я делаю работу, ни от кого, ни копейки деньги не вязали. Сказали, я не буду пачкать, я не буду ничего бороться от них. Вы меня следить не надо, если хотите, оттуда, если вынукли, не можете выкупить, я куплю вам вынукли, я отдам вам вынукли, оттуда далеко смотрю, рядом сидеть, не надо, и слушать, не надо, мешать, говорю вы. С началом перестройки начались проблемы. Высокие цены на сырье, на оборудование и инструментарий, отсутствие государственной политики развития народных промыслов. Все это отнюдь не способствовало развитию губочинского промысла. Тем не менее, мастера по-прежнему работают. Правда, реалии сегодняшнего дня таковы, что мастерам невыгодно делать классную работу. И ремесленник средней руки зачастую живет много лучше, чем классный мастер. А уж перекупщики и подавно. Тут есть противоречия. Хорошая работа на сегодняшний день нормального клиента не находят. Нету клиента. Клиент, скорее всего, есть, но нет разработанной, проработанной, действующей инфраструктуры, которая, скажем, торговала вот этими вещами. Вот у нас есть вот такое выражение, вот старый губочинец, он говорит, ну, не на печку, говорит по-кручински, это в смысле орнамент на муку. Орнамент для муки. И вот когда он, человек, работает ради покрытия своих собственных потребностей, тогда уже это несет ремесло. Ну, ремесло это перестало для искусства. Анатолий Францов он говорил, что искусству угрожают два чудовища. Мастер, который не является художником, и художник, который не является мастером. В общем-то, ситуация в кубочинском промысле сегодня не из лучших. Тем не менее, это не означает, что кубочинское искусство вымирает. Как и раньше, есть в ауле высококлассные мастера, из-под чьих рук выходят прекрасные творения, которые еще долго будут радовать нас и наших потомков. кубочинское искусство это вещь самодостаточная. 2000 лет это искусство существует, 2000 лет вперед оно еще и просуществует. Только просто потому, что само искусство несет в себе и корни, и все. Если бы помогали немножко этому искусству развиться, то, конечно, намного лучше. Для меня он хороший род, это хорошая песня. Работы Расула Алиханова, Баджухмана Магомедова, Чархаева и Самусеяна есть работы, которые можно сравнить с песней Журавли Расула. И они достойны будут дополнены друг к другу. Есть чувство патриотизма и он сказал, что, конечно, он немножко даже и дольше проживет, чем эта песня. Ну, это вот музыка души художника, художника, это дело. Это его дети, почти что. поэтому песня металла, если металла обработала художник, который является мастером, и мастер, который является художником, это действительно песня и достойный, в общем, хороший, который останется в веках. Как и много лет назад светятся по вечерам кубачинские окна, за которыми трудятся мастера. И пока будут светиться эти окна, они будут работать, а значит, не умрет кубачинское искусство, прославившее Дагестан на весь мир. Дагестан